Ежедневно, начиная прием пациентов, я у них определяю состояние мозгового кровотока. Ибо какие бы вы не делали мероприятия со своим телом, какие бы вы таблетки не пили, у таблетки рук нет, мозговой кровоток таблетка не поменяет. А пока нарушен мозговой кровоток, мозговой кровоток у нас чаще всего нарушается с венозного угла. Вот это разные варианты венозных углов. Ну и если посмотреть с головой, чтобы вы меня поняли, вот у нас вена, шея, вот у нас артерия за ней идет, вот это венозный уголок. И мы говорим, пока у нас увеличенные лимфатические узлы в ответ на воспаление, которое может идти в носоглотки, ренит, бронхит, далее гастрит. Пока идет здесь воспалительный процесс, у нас получается сдавление механическое и артерии, и вены на узи, сосудов, шеи головы. Сегодня у нашей пациентки мы находим, что у нас разные скоростные показатели. По ходу позвоночная артерия нам как раз венозный угол характеризует состояние. И по мере приведения себя в порядок, когда мы приводим себя в порядок полгода, представляем, что до этого у нас было с этим состоянием, да? Далее мы общую сонную артерию, это до серединочки шеи, общая сонная артерия. А дальше она у нас разделяется на внутреннюю сонную и наружную сонную. И мы говорим, что в данный момент наиболее выражена асимметрия кровотока 68 и 72 в области середины шеи. Из-за того, что у нас задержка идет внизу, смотрим позвоночную артерию, 52 и 58 асимметрия, да? Обычно пишут про эту ситуацию, а у нас должны быть примерно одинаковые, да, эти показатели. Пишут, что гемодинамически незначимо. Это пишет доктор УЗИ, он с пациентом не общается. Та дама, которая делала вам УЗИ, она вас не спросила, у вас голова болит? У вас голова кружится? То есть она не знает вашу симптоматику, поэтому ей остается написать гемодинамически незначимые показатели. А мы с вами начинали с какого основного симптома полгода назад по голове? А так и была левая сторона. Левая сторона. А что левая сторона? Это головная боль, это головокружение, это метеозависимость. Что превалировало среди этой симптоматики? Вспоминайте. Сейчас. У меня когда болело. А, вся половинка левая. И живот в том числе. Вся левая половинка была у нас с нарушением кровообращения. Поэтому это было тяжестью, это было болью, это было что? Это было что-то я не то съела, и у меня вся левая сторона болела. То есть это все-таки боли, то есть превалировали боли. Боль это застой. И мы тогда уже говорили, сколько лет продолжалась эта левая сторона вас беспокоила? Много ли? Нет, ну сначала вообще не обращаешь внимания. А потом? Можно назад отсчитать пять лет. Пять лет или десять лет, уже и не помнится, да? Сейчас это меньше стало? Меньше. После диафрагмального дыхания и лимфатического массажа, и прайм-теста мы еще тут питаемся правильно, наша дама перестала чувствовать разное тело. Половинки теперь более-менее соединились, вы человечек единой стали? Лучше стало, но разница еще. Так вот в чем, ребята, разница? Вот она как раз в этом и разница. Если мы ежедневно с вами дотягиваемся до венозного угла, венозный угол проверяем мы с вами по уровню скорости в позвоночных артериях, значит мы говорим о том, что не доработан венозный угол. И мы определили, что состояние венозного угла у нас наиболее подходит вот этот вариант, это разные варианты у всех, когда мы перекрываем мозговой кровоток и поймали при диагностике ощущение еще и сердечного кровотока. А самое главное у нас мозговой и сердечный кровоток. Я до сих пор чувствую. Вот до сих пор чувствуете, потому что у Ивана всего-навсего пальчики подержала, то есть я проводила диагностику пальцами, и мы вот эту асимметрию поймали. Значит додерживать в области венозного угла, где просто переплетение, еще раз внимательно, настолько переплетаются у нас сосуды, которые идут в руку, которые идут от сердца и которые идут в голове, да? Они настолько по-разному могут увеличиваться в зависимости от этого воспаления, что и ощущения возникают различные у всех. То есть не бывает одинаковых людей, у которых вот это исследование сосудов, то есть УЗИ сосудов, оно одинаковое, оно у всех разное. Наша задача не мутствовать лукаво, а приводить эти показатели в состояние соответствия. Дмитрий, который мне пишет о своих сосудах, у которых есть атеросклеротическая бляшка, он тоже пишет о проблемах мозгового кровотока. Значит, Дмитрий, у вас правая сторона страдает. Если страдает правая сторона у нашей дамы, левая сторона, значит мы начинаем с того, что отрабатываем здесь левую сторону. Ну, как следует, вы правую сторону, но в итоге мы должны и ту, и другую сторону дорабатывать, дорабатывать до устранения ощущений, которые мы поймаем. Не давя, сейчас наша дама сама себе поставит пальчик, да? На левую сторону, или два пальчика, вот как я поставила, или один пальчик. Значит, как удобненько пальчиками, просто положат, потому что два человека подержали эту шею, и асимметрию мы выловили. Вот теперь нам надо ее выровнять. Значит, достаточно времени, не 21 держать, 21 держать, да? Вы услышали, что 21, я говорила, минимум 21. Должен быть результат вашей работы, то есть снижение ощущений, которые мы поймали. И тогда мы будем говорить, что на каком-то определенном, ну, будет у вас это пятый сеанс, там, или 20, или 105, мы должны потерять ощущения, которые идут от венозного угла. И если мы потеряли, мы молодцы. Но я что хочу сказать. Наша дама, а возраст какой? Почти 63. Почти 63. Наша дама имеет сейчас гораздо лучше мозговой кровоток, нежели я наблюдаю у наших молодых ребят. До 60% мы сейчас наблюдаем перекрытие лимфой снаружи, а затем внутри нарастание атеросклеротической бляшки мозгового кровотока. Значит, с одной стороны он на 60% сильнее, нежели с другой. Где разорвется сосуд при инсульте, с той стороны, где шурует кровь, где она сильно бежит. А это противоположная венозному углу сторона. Будьте внимательны, постов у меня очень много, которые рассказывают о тонкостях выполнения работы с венозным углом. До светлой вам головы! Разно-полушарная функцию, вот она идет проблема конкретно, ишемия мозга. Практически у всех ишемия мозга больше справа, больше слева. То есть вот в этих исследованиях мозга там все написано. Вот завтра еще кто ко мне идет, порасшифруем эти дела. И наша задача, что смотреть, нам надо убирать это все, окей? Проявляется это как? Тяжелая голова, тупая голова, больная голова, да? Кружится голова. Кружится голова вообще, ну что такое экс-геймер? Это потихонечку снижается мозговой кровоток. С головными болями жить нельзя, это катастрофа, это разрушение организма всего, окей? Поэтому никакие головные боли, все с помощью лимфатического массажа мои пациенты убирают эту тему. Нет такой проблемы с головной боли. Это мы убрали ишемия, окей? Как это невозможно убрать? Есть ли накопление избыль? Еще один вопрос, почему с лимфой надо работать очень легко. Лимфатические узлы поверхностные, лежат сразу под кожей. И если мы не освобождаем поверхностно легко вот этот поверхностный слой, то не разгружается и глубокий. Вот посмотрите, пожалуйста, мои пальцы, они едва прикасаются к коже. И если они едва прикасаются к коже, то значит мы с вами сейчас поверхностно разгружаем лимфатические узлы. А наша пациентка слышит большой палец какой ноги? Правой, левой? Левой. Левой ноги, вот отсюда, с правой стороны, надключично, если мы работаем поверхностно, мы вот эту всю сетку лимфатических узлов, которые покрывают, дошли. В голове какое место реагирует на это? У нас реагирует левая гемисфера головного мозга, затылок, да? Затылок. Затылок, отлично. Еще что реагирует? Лицо. И лицо. Правая половинка, букальные лимфатические узлы, и ушные лимфатические узлы. Только когда все обнулится, мы можем... Продолжение следует...